Приветище! Мы находимся в Пэйн возле моей огроменной разрушенной конюшины. Ну насчет разрушенной это подожди, мы ее обязательно починим. И нужно разгадать здесь загадки. Их тут довольно много. А еще, помнишь, мы поймали с тобой Белозлоба? Тут есть вот конюшины, куда нужно загнать 4 вида животных. И одного мы вчера поймали, ну как вчера, в прошлой серии. Белозлоба мы поймали, загнали его сюда, но как ты видишь, его тут нету. Он сбежал. Засранец такой усатый, а? Надо будет его поймать и снова сюда затолкать. Вот. Но, помимо всего этого, мы нашли с тобой задумку ключа. Это главный ключ древнего стойла. И нам нужно его сделать. Для него требуются очень редкие ингредиенты. И где-то эти ингредиенты валяются здесь. Потому что я перечитал все книги в нашем огроменном доме. И все книги утверждали, что все материалы можно найти тут. Ну, во-первых, как мы видим, с тобой нужно 3 материала. Это крыло эвакрыла, зуб светло-болото и окаменелая кожа больше люда. Значит, вот эти вот существа у нас. У них есть зубы, которые нам нужны. И их нужно спугнуть белозлобом. Учитывая вот этот значок белозлоба, я думаю, что его нужно сюда как-то загнать. Или сломать вот этот забор белозлобом. В общем, мы это разберемся. Сам белозлоб сбежал обратно сюда, в эту же яму. И еще здесь есть вот этот камень висящий, который мы можем как-то, видимо, сломать. Сейчас мы это попытаемся сделать. Берем, значит, рогаточку. Пуляем. Так, как-то... А! Да, в книгах писали, что этот камень можно разбить, если мы его будем аккуратненько ломать со всех сторон. Только вот очередность мне непонятно. Когда издается металлический звук, это значит, что мы делаем что-то не так. Вот, ударили правильно. Значит, теперь нам нужно... Вот так. Следующий у нас с этого боку идет. Нет, неправильно. Все по новой. Сюда стреляем. Потом здесь. Ух ты, ты видел? Кусок отвалился. И что это? Окаменелая кожа большелюда. Круто! Она у нас есть. Следующее. Что нам нужно еще? Крыло эвакрыла найти. Крыло эвакрыла... Одно я нашел. Оно было на дереве. Я уверен, что еще одно крыло мы найдем также на дереве. Поэтому бежим и смотрим на деревья. О! Смотри-ка. Кажется, это оно. Ну, действительно, вот оно. Прямо нам в руки сейчас упадет. Надеюсь. Да, вот оно. Крыло эвакрыла. Отличненько! Осталось найти последние пару ингредиентов. И это у нас зуб светлоболота. Я думаю, что нам нужно попробовать выпустить белозлоба. Кстати, да. Зуб светлоболота. Это очень редкая вещь. Потому что никто никогда не видел светлоболота. А вот это у нас двуклыки. Я немножечко перепутал. И их зубы нам не нужны. Но мы сейчас освободим белозлоба. Ну, как освободим? Сагрим на себя. Эй, белозлоб. Пульнем ему в глаз. А ну, иди сюда! Хватит валяться там, шашлык. Иди сюда и разбей вот эту штуку. Опа. Кажется, мне нужно, чтобы ты ее разбил. Ты сможешь это сделать? Кажется, не работает. Ну, давай, 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 давай. Швырани в меня своей мощной энергетической штукой. Так. Нет, это не то. Он как-то умеет еще быстро бегать. Что-то мне кажется, что... Ух ты, сломал! И? И что произошло? Он войдет сюда? Будешь что-то... Ой-ё, больно. В пукан мне прилетел разряд. Это не очень хорошо. Он сюда не может войти, мне кажется. Ладно. Ты сломал, это хорошо. Теперь пойдем, я тебя загоню в стойло. Пошли. Пошли и... Побежали. Не стой, как и стукан. Беги. Вот, бежит. На тебе в рот. Подавился камушком. Ой, кажется, он стреляет. Где наше стойло-то? Вот, тут вот еще чуть-чуть осталось. Заходим сюда. Я здесь. Я здесь. Слепошарый ты. Усач. А, вот ты бежишь. Ну, заходи, заходи, заходи. Конечно же, я мог его приручить. Ой. Выпикаем отсюда. Ого. Знаденько он мне так шлепнул. Конечно же, я его мог приручить, но я пока не достал этот инструмент приручения. Поэтому пусть он посидит в стойле. Что ж, осталось только найти зуб светло-болото. А где его найти, я забыл, и нам на помощь придет книжка. Вот эта книга, наверное. Светло-болот. Ни разу не попадался нам на глаза. Предположительно, это огромное змееподобное существо, ведущее ночной образ жизни. Мы нашли неподалеку клыки этого существа. Так что теперь изучаем их в библиотеке. В библиотеке. Нам нужно пойти в библиотеку и поискать эти клыки. А библиотека у нас здесь. Да. Ищем, короче, этот зуб. Где же этот зуб-то может быть? Зуб-зуб-зуб. Окаменелая кожа большелюда требуется сюда. Давай поставим. Наверное, зря я это сделал. Ой, блин. Зачем я ее сюда поставил? Ну ладно. Давай ее теперь поставим сюда. Вот так. И попробуем разломать. Ух ты! На две части? Это что там выпало? Обалдеть. Это что такое? Зуб-светло-болото? Как это... Как-то странно очень все это. Окаменелая кожа большелюда. А, подожди. Вот он этот зуб-то. Обалдеть, какой он здоровый. Это ты представляешь, каких размеров эта змея? И мы отломили от него кусочек. Ну все, получается, у нас все ингредиенты есть, и мы можем смастерить ключ. Теперь нам нужно выйти на террасу и подняться на третий этаж через нее. Хорошо. Там, короче, типа потайная дверь, которую должен открыть этот ключ. Почему-то здесь дверь открыта. Странно. Ну... А, вот! Тут-то, конечно, она была открыта, потому что я здесь уже бродил. Теперь открываем вот эту дверь при помощи нашего ключа. И поднимаемся еще выше. О, ошеньки. И что тут у нас? Судя по всему, на этих панелях изображена история этого места. Похоже, мудры всегда умели обращаться с различными существами. И даже люди нашли с ними общий язык. Они обучают их. Слона-кони. Они на них ездили. Интересно, что еще они могли? А это что? Теперь у тебя есть приручатель. Нижтяк! Наконец-то мы его нашли. Теперь мы можем со спокойной душой приручать всех. Ну, по крайней мере, большую часть животных. И оказывается, что мудрые раньше нас тоже обучали. И подарили вот эту вот штуку. Такие-то дела. Что ж, почитаем еще книжечки. Наверняка, что они полезны. После долгой подготовки, люди оказались готовы к практической части обучения. Законом биологии. Мы были удивлены их находчивостью и способностью к адаптации. Созданный ими приручатель. Очень творческое и эффективное приспособление для приручения существ. Нашей следующей целью было понять, как люди используют существ. Интересно, смогут ли они достичь того же превосходства, Что и мы, мудры. Похоже, что эту книгу писала мудра, а не человек. И получается все-таки, что приручатель сделали люди. И мы показали эту штуку мудрым. Давай-ка, наверное, начнем с двух клыков. Ведь мы им сломали забор. И теперь спокойно можем их приручить. Попробуем это сделать. Все, ты мой братиш. Ты бежишь за мной? Ой, хорошо, он бежит. Здорово. Забавный пёсель теперь у меня есть. Интересно, одного я могу приручить за раз? Или может быть несколько? Сейчас попробую пухляша заодно еще взять. Ты бежишь за мной, пёсель? Как он прыгает славно. Так, пухляш. Ты хочешь пойти со мной? Я его прируч... Смотри, я на него надеваю такую штуку, и он как бы приручается. Пошли. Пёсель за мной не бежит уже. В общем, за раз я могу одного приручить. Хорошо. Значит, пухляша мы загоняем в это стойло. Иди сюда, пупсик. Снимаем с него приручатель. И бежим заманивать сюда двух клыков. Ты посмотри, я одел, короче, двух клыков, эту приручалку, на голову. Интересно, каким образом она работает? Шаманская какая-то штука. Ладно, двух клык, иди сюда. Ну, заходи, не бойся. Двух клык пойман. Освобождаем. И остался нам, получается, только слона-конь. Сейчас и слона-коня загоним. Слона-конь у нас вот здесь, в стойле. И стойло нужно как-то открыть каким-то макаром. Открывается она вон там. На втором этаже. Похоже, нам нужно зайти внутрь и пробраться как-то на второй этаж. Вот она, эта дверь, которая туда ведет, но она закрыта. А как ее открыть? Как бы мне туда пробраться? Блин! Короче, нифига нам дверь не нужна. Тут даже значок нарисован. Типа, подведи сюда пухляша и запрыгни. А как мы узнали из книг, у пухляшей очень крепкий и гибкий позвоночник. За счет чего они очень здорово пружинят. И мы можем на них прыгать. Переручили пухляша, пошли за мной, братюнь. Ты мне сейчас очень здорово поможешь. Бежим, бежим, бежим. Иди сюда. Вот и тут, вот и тут встань. А теперь попробуем на него запрыгнуть. Главное не убегай, братюнь. О, нифига себе! Жесть! Вот это попрыгайки. Со спокойной душой дергаем рубильник. И отпираем стойло. И сюда, кстати, никакая дверь даже не ведет. Ха, я ошибался. Спрыгиваем. И приручаем слона коня. Выбираем любого, наверное, вот этого дальнего. Ух ты, оседлась! Прикинь, я могу оседлать слон на коне. Сесть. Ядрен батон! Я на коне! Здорово! Капец круто! Интересно, а меч я могу достать на нем? Или рогатку? Не, не могу ничего. Ну ладно, теперь я буду путешествовать в два раза быстрее. Здорово, что я наткнулся, конечно, на это стойло. На это древнее стойло. Загнали последнее существо. И нам показывают, что нужно пойти поговорить с мудрой. Что ж, пошли это сделаем. Я обрадую его, что у меня все получилось. Чудесно! Все вернулись по своим загонам. Остальные тоже будут рады. А у тебя что? Ах да, дверь теперь открыта. Весь следующий год я буду думать, что же нам делать дальше. Не пропадай. И все, ты просто уходишь? Да, он ушел. И открыл нам двери. Все, стенки появились опять. Их же тут не было. Как так-то? Тут есть какая-то фигня. Набор для перемещения. О, эта штука позволит нам телепортироваться теперь сюда. А тут что? Какая-то карта, что ли? Раньше здесь этого не было? Всем вождям поселений. Эвальмар в опасности. Слухи о том, что на острове появился человек, оказались правдой. По всей вероятности, его интересует убежище. Нам нужно принять меры. Чтобы прошлое не повторилось вновь. Не дайте ему в них попасть. Мы договорились о встрече с мудрыми. Которым наверняка можно доверять защиту убежищ. Вот это дела. Короче, походу то, что мы видели с тобой на стене, изменения на острове. Жители острова заметили, что в убежище пропала иноханизм. Из-за этого поддерживать дружеские и нейтральные отношения с другими видами на Эвальмаре становится сложнее. О, попадос. Короче, то, что мы видели на стене, когда там несколько тотемов горели. Ну, мне так показалось, что они горели. Это произошло по вине людей. Короче, мы что-то очень жестко накосячили. И теперь, когда все узнали о том, что я попал в убежище, все насторожились. Теперь у меня новая цель. Герри и Марла. Поговори с ними. То есть мне теперь нужно возвращаться в горы, к людям. И узнать, что, собственно, произошло несколько лет тому назад. Смотри, смотри, кого я там встретил. Это же Белозлоб. А еще Багровик. Соберем Багровик, потому что мне есть нечего. Отпустим нашего пухляша. И попробуем приручить Белозлоба. Не знаю, получится у меня это или нет. Ну, попробуем к нему подойти сзади. Приручить. Все, я приручил Белозлоба. Обалдеть. И что я с ним могу делать? Белозлоб, пошли со мной. По всей видимости, он мне будет помогать в бою. Очень круто. Поскольку на меня сейчас все обиделись. Смотри, у меня что с репутацией. У меня вражда практически со всеми фракциями. За исключением рогачей и яркоперых. И, кстати, я нашел слон коней. Что, наверное, я отпущу тебя. Хотя нет, ты будешь моим телохранителем. Фиг с ним, с этими слоноконями. Я думаю, что я добегу на своих двух. Хотя давай посмотрим карту. Ну, в принципе, я уже добежал до места прибытия. Где меня ждут Гэри и Марла. Я, короче, нашел еще одного Белозлоба. Попробуем сейчас их стравить. Друг с другом. Посмотрим, что получится. Эй, пупсень! Пупсень-вупсень усатый. Ну-ка. О-о-о! Боевка пошла! Кто кого? Блин, мне даже драться не надо. Посмотри, он... Ха-ха! Какой хитрец! Он понял, что меня нужно первым убить. Если он меня убьет, то вот этот Белозлоб освободится. Мудрый. Все-таки Белозлоба не так тупый, как казалось бы. Ну, давай, давай, добью. Блин, там лисы. Черт, я еще сейчас с лисой могу подраться. О, лиса отхватила. И Белозлоб отхватил. Все, все, все. Надо отсюда валить. Он за мной все-таки бежит. Нет, придется с ним драться. Ладно. Белозлоб, выручай меня. Достаем мечи. И сейчас будем наваливать ему. Главное, чтобы Белозлоб не попал по мне. Вот так вот тебе. Стреляй в него. Ах ты, скотина, лисецкая. Ух, это было близко. О, кстати, тут усы Белозлоба. Мясцо. А, подхилился, засранец. Ништяк, красависть Белозлобик. Блин, как же круто, когда у тебя есть союзник. Кстати, Белозлобу очень больно. Мне кажется, что он скоро... Что он скоро может откинуться. Черт. Он скрылся или нет? Или я... Черт. Фух, вот это заваруха была. Белозлоб у нас вроде жив. Это хорошо. Что у нас тут есть? План повышения эффективности я забрал у этого лиса. Откуда он у него? Походу, что все пошло не по плану. Вот это дела. Потому что план повышения эффективности я давал только ярко пёрам. А это очень опасная штука, между прочим, я тебе хочу сказать. Если все сейчас начнут повышать свою эффективность, то дело может дойти до войны. Мне бы как-нибудь еще подлечить своего другана? А то у него совсем мало жизек. Ладно, может быть я его лучше отпущу? Ты свободен. Только не нападай на меня. Вот досранец, он нападает. Хе, ладно, убегу от него. Видимо, приручатель затуманивает разум и что-то делает еще с существами. Но после того, как я снимаю с них приручатель, они на меня очень-очень сильно злятся. О, рогачи, здорово. Но рогачи, они безразличны. У них безразличное отношение к кому? Ура! Я добежал до этой пещеры. Откуда я вышел? Я дома. Я на горах. Мальчик с гор вернулся в горы. Правда, уже ночь, наверное, все спят. Что у нас тут? Фермочка. Фермочка в порядке. Можно отсюда что-нибудь свиснуть? Нет, еды тут нет. Ничего не выросло. А вот и деревня. Тут все так же. Разруха, все повалено. Блин. Короче, не отстроились мы, Нишиша. О, ты-то мне и нужен, привет. Хью! Ох, мальчик. Ты не должен нас так пугать. Мы потеряли так много людей, а потом и ты тоже исчез. Иноземье, вот где я был. Я исследовал мир и искал помощь. А мам поступил бы так же. Хью, ты и сам знаешь, что иноземье опасное место. Тебе наверняка пришлось там сражаться. Да, но... Мы решили, что останемся здесь. Несмотря на тряску. Мы что-нибудь придумаем. Ты тоже оставайся. Сейчас мы нуждаемся в твоей помощи, как никогда. Кто-то должен укрепить дома и навести порядок. Я... Я считаю, что со скалы нужно спуститься. Мы найдем, где жить. Ох, Ю. Глупости. Оставайся здесь и помоги нам. Но в этом нет смысла. Остров гораздо больше этой скалы. И люди до нас хорошо это знали. Прекрати. Помоги нам здесь. И Ам то и дело говорит о тебе с тех пор, как ты ушел. Поговори с ним. Хорошо. Я с ним увижусь. Блин, ну вот. Еще этих людей со скалы не так-то просто стащить. Так им нравится здесь жить. А здесь чертовски опасно. Это кто у нас? А, это Канн. Бедная Луя. Я все продолжаю о ней думать. Что бы ты там ни делал, делай это ради нее тоже. Обязательно, Канн. Ладно, пойдем искать предводительницу. Вот она. Бабуль, привет, я вернулся. Хью. Матерь милосердия, ты жив? Со мной все в порядке. Иноземья меня многому научила. Иноземья для нас слишком опасна, Хью. Местами, да, но иноземья тоже полно добрых существ. Они согласились нам помочь? Ну, они подсказали мне, что делать. Я думаю, что смогу найти место, где мы сможем поселиться. Мы не можем жить среди этих существ. Мы не выживем, Хью. Мы всегда жили на скалах. И найдем способ жить так дальше. Мы приспособимся, как приспосабливались всегда. Но мы не всегда жили здесь. Я же говорю, когда Амам и я попали в... Мы беззащитны перед этими огромными существами. Ты же видел их, когда смотрел вниз со скалы? Да, и вблизи тоже видел. Далеко не всем из них нравятся люди, но некоторые готовы помочь. Они помогли мне найти место, известное как убежище, и люди раньше там жили. Вот что я там нашел. Это иноханизм. Так что теперь мы можем получше защищать себя и заодно узнать, как люди жили раньше. И впрямо интересно. Но это же так опасно, что они сделали с тобой, Хью. Ты сам на себя не похож. Конечно, не похож. Они показали мне, что мир – это не только готовая болица скала. Прошу, Хью. Не говори такого. Убери эту опасную штуку и помоги нам. У нас так много работы. Мне кажется, он может быть прав. Какие глупости. Это не решение. Гораздо лучше приложить усилия там, где от них будет настоящая польза. Ну вот. Гэри хочет тебя видеть. Если вы, конечно, уже не встретились. Я рад, что ты вернулся нам помочь. Да не собирайся вам помогать, блин. И с Гэри я уже поболтал. Надо, короче, имама найти. Где имам? Точнее, не имам, а иамам. Иама. Господи, фиг выговорил. Вот она, кстати. А, это… Я думал, что иама – это девочка, это мужик. Привет. Хью, ты меня напугал. Привет, Иам. Гэри сказал мне с тобой увидеться. Да, я хочу тебе помочь. Я считаю, эти скалы долго не выдержат. Я тоже так считаю. Я пошел в ту пещеру, о которой знают Марла и Гэри. И меня там вдохновило одно устройство. Я не такой храбрый, как ты, но этот подъемник поможет тебе пробраться в иноземье намного быстрее. Может, однажды и мы за тобой пойдем. Я буду молить матери, чтобы с тобой ничего не случилось, Хью. Спасибо, Иман. Это замечательно. Хотел бы я быть таким храбрым, как ты. Ты очень похож на своего брата. Спасибо. Блин, круто. Подъемник. Для спуска вы на землю. Теперь мне не нужно будет бродить по пещерам. Шикардос. Короче, пускай они там пытаются отремонтировать свои домики, а я отсюда свалю. Спасибо. По-我 Administностам. Я купил system в нашей стабилии. Редакторommen Brandon. выдели по centimeter мусу. Продолжение следует...